Рига 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 воспринимают нашу столицу как самостоятельный город, либо она идет в связке с Вильнюсом, например, и Сталином? Конечно, для таких далеких рынков, как Китай, Япония, Америка, конечно, Рига идет больше в связке как Прибалтика вместе с Эстонией, с Литвой. Потому что если приезжают из далеких стран, они хотят просто видеть сразу все три столицы и немножко посмотреть, чем отличается, и что общее у нас всех. Но ближние туристы, конечно, из Европы, они нас воспринимают очень как абсолютно направление только в Ригу. Если в Ригу, то может быть что-то в Рига плюс, это можно в Сигулда или Юрмала идет. И Ригу, конечно, знают лучше, чем имя Латвии вообще. Так что Рига как маркетинг, как слово, как имя, как город, он более популярный. А есть ли вообще какие-то исследования, какая-то статистика относительно того, не только что туристы приезжают к нам, но вот интересно знать, как много приезжают и возвращаются потом? Есть ли какие-то исследования на этот счет? Ну, мы хотим в этом году делать такое исследование, чтобы вообще опрос туристов большой, чтобы узнать, как они, или они возвращаются, или не возвращаются. Конечно, из страны, много туристов, конечно, приезжают из Литвы, из Эстонии, они, конечно, возвращаются. И большинство туристов это наши соседи, это скандинавские страны. Очень много туристов приезжает из Германии, из России. И возвращаются. Но сколько процентов от всего общего количества, на этот момент мы просто сказать не можем, но возвращаются. Вы уже сказали, что Рига заняла пятое место в этом топе, весьма престижном. А вот чем мы проигрываем другим городам, по-вашему? Я думаю, что этот такой вопрос, чем мы проигрываем, я думаю, что не надо. У нас очень много хороших разных вообще вещей, которые есть. Но никогда не можно сказать, что мы во всем идеальны, что нечего улучшить. Всегда есть что-то делать лучше, интереснее. Что мы могли бы улучшить? Что мы могли бы улучшить? Мы могли бы улучшить, может быть, какое-то сообщение, чтобы еще легче приехать к нам. Это может быть какой-то поток туристов, которые мы можем ждать из Японии или из Китая, если у нас есть прямые рейсы и все остальное. Конечно, очень важно для города тоже бизнес-туристы. Значит, у нас нету таких больших конференций, помещений. Самое большое – это в гостинице «Радость сон Латвия», где где-то капатитет – это тысяча человек, но это очень так туго, можно сказать. Если у нас будет когда-то в будущем очень большой такой конгресс-центр с гостиницами, то, конечно, мы можем еще больше увеличить капатитет и количество туристов в Риге. Потому что на этот момент, в этом году у нас более 2 миллионов 200 туристов в городе Риге. Но если у нас совсем рядом есть Стокгольм, в Стокгольме 8 миллионов туристов, то, конечно, у нас есть где расти. В этом году Латвия празднует столетие. И хочется узнать в этой связи, столица тоже, может быть, как-то планирует привлечь еще чем-то интересным туристов в рамках вот этого юбилея? Ну, конечно, мероприятий, которых в городе будет в течение всего года, очень много. Я, может быть, могу назвать каких-то несколько мероприятий, которые очень интересны и которые непосредственно организует Рижское бюро по развитию туризма. Это значит «Брент Лив Рига». Это первое большое мероприятие, которое будет происходить. Это новые традиции города Риги. Это будет большой концерт 26 мая «Луца Авсала». Я еще не хочу называть вообще группы, которые будут выступать. И все, это, конечно, уже второй год происходит. Это открытие вообще такого летнего сезона. Второе очень большое мероприятие, интересное, это будет ресторан праздника песен и танцев. Значит, это большой ресторан, который будет произведен, сделан в центре города, недалеко от памятника Райнеса. В эксплонаде, получается. В эксплонаде, если я, да. В эксплонаде, где будет участвовать много ресторанов, будут большие экраны. И те, которые не купили, значит, эти выходные билеты, и которые не попадут на праздник песен и танцев, они могут идти в ресторан. Это будет очень интересно, да, с большими экранами смотреть то, что происходит в Межепарке. Этот ресторан будет 4 дня, щитверга до воскресенья. Так что это будет очень интересно. Это новая перформанс, которая происходит вообще в городе Риге. Мы организуем это. А это какая-то национальная кухня будет представлена? Это будет разная. Да, это будут разные кухни. Но, конечно, продукты, продукты идут наши, латвийские продукты, самые экологические, чистые, очень вкусные. А вообще культурный туризм, насколько он развит относительно Риги? Как много людей едут специально на какое-то мероприятие? Специально, может быть, на какой-то концерт, на выставку, может быть? Очень много, потому что очень поменялся тоже, ну, не качество, но такой вообще, почему туристы едут в Ригу. И вообще, если когда-то они больше ехали на вечеринки, на какие-то там такие веселые мероприятия, то сейчас наш турист – это тот, который хочет себя более образовывать, да, как культурный турист. Это выставки, это театры, это концерты, это разные спортивные мероприятия, которые происходят, разные городские мероприятия. И он сам тоже имеет участие, участвует в этих мероприятиях. Туристы, он культурный турист, наш турист. А вот, например, спортивные мероприятия, вы сказали, праздники какие-то. Вот что это, например? Ну, праздники очень, праздники города, очень интересные праздники. Это день рождения города Риги, который все знают, это в августе месяце огромное, очень большое мероприятие. Это Лиго, празднование, да, это тоже новая традиция. Едут в Ригу специально из-за границы на Лигу. Но те, которые попадают на такие праздники, всегда, они, конечно, очень, но на Лиго едут, специально едут, да, на праздник Лиго. Те, которые знают уже, это, конечно, многие скандинавские страны, которые приезжают по ромам к нам, это, ну, из Литвы, из Эстонии приезжают на эти праздники, это, конечно, эти Лиго-базар, которые происходят в Старом Годере, очень много интересных. В этом году будет очень интересное мероприятие, бич-воллайбол в Старом Городе на Домской площади, который будет первый раз, сделан три дня большой, большой. Домская площадь и бич-воллайбол. Бич-воллайбол будет привозить вообще песок, это все будет очень интересно. Так что разные, которые связаны с мотоспортом, разные и машины, и мотоспорт. Ну, спортивные мероприятия, действительно, массово. Абсолютно, и, ну, самое большое, самое знаменитое мероприятие такого интернационального класса, это маратон рижский, да, который происходит так много, это более 20 тысяч, которые бегут, которые приезжают, которые знают Ригу, рассказывают, так что это очень хорошее мероприятие. Рига когда-то была очень популярным местом для одной части иностранцев, как место, где можно было дешево достать любовь, то есть секс-туризм, а также алкоголь, провести здесь мальчишник, вот как изменилась эта ситуация, изменилась ли? Очень-очень изменилась ситуация. Конечно, мы не можем сказать, что не приезжают такие, которые хотят просто так развлечься, да, но 8 лет последних как бренд, туристический бренд города Риги, Лейв Рига, работает абсолютно, ну, с другим, приоритетом, да, города, рекламой, и всего так, что у нас меньше и меньше, и вообще уже нету такого туриста, который приезжает только одной мыслью, так развлечься, как вы говорите. А вот интересно, за счет чего удается повлиять на вот этот имидж, имидж и страны, и города, конечно, каким образом бренд меняет отношение людей к городу? Я думаю, что меняется сам город, меняется, да, я думаю, что мы все рижане, как вы, как я, да, которые живут в Риге, день в день то, что город становится более ухожен, в городе происходит очень много ремонтов разных, да, ремонтируются школы, города, мы сами начинаем любить город, сами гордиться своим городом, и также начинают о нас думать тоже и наши гости, которые приезжают. Мне просто есть такие примеры очень, когда я участвую в каких-то европейских мероприятиях, конгрессах, и спрашивают, откуда вы, из Латвии, Латвия, тогда говорю, из Риги, а Рига, о, мы знаем, у вас такой город, где всюду цветочки, всюду у вас цветочки, я так думаю, боже мой, я даже так, наверное, тоже много цветочков у нас в парках, я не так много гуляю по паркам, но так приятно всегда слышать, что говорят, да, 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 мы знаем, Рига это одни цветочки, так что вот так о нас думают. Ну что же, не знаю, подытожить, наверное, сразу вспоминаются различные европейские столицы, не знаю, Париж, Рим, Барселона, и Рига, которая вошла в пятерку самых красивых, самых лучших с европейских столиц, конечно же, отчасти заслуга и вашей работы, спасибо вам за это. Это мы все вместе делаем, и вы, и мы, потому что мы патриоты своего города, мы послы своего города, да, как мы будем о нем думать, как мы будем себя чувствовать, так будут чувствовать и наши гости. Спасибо вам большое за интервью. Вита Ермоловича, председатель правления Лыврига, была сегодня у нас в гостях.